За каждый угаданный скин, за цену, хотя бы примерно приблизительно, я тебе буду давать 5000 рублей. Значит, один мой тупоголовый друг купил себе этот скин. Хотя я его отговаривал, потому что он выглядит не очень. Но один тупоголовый друг, который мне должен 420 миллионов рублей купил себе вот этот вот скин. И как ты думаешь, сколько он стоит? Здорово, Барибухи. Значит, сегодня я пригласил своего друга Ахмеда. Его зовут Ахмед, кстати, можете познакомиться. Не знаю, как вы с ним познакомитесь через мое видео, но его зовут Ахмед. Значит, я его сегодня пригласил в роли. Он вообще в стенд-оффе не шарит. Максимум, во что он играл, это в Warface. И он вообще не шарит про скины. Поздоровайте. Здорово. Здорово. Здорово, Барибухи. Что-то поголовый. Кстати, у нас надо пройти двежняк или же порожняк, пацан? Ты кто вообще по жизни? Двежняк. Двежняк? Если ты движняк, значит, намути мне сейчас колы литы. И поставь мне сюда на стол, чтобы я ее выпил. Ты же движняк? Конечно, движняк. Ты откуда ее достал? О, там движняк, пацан, они вот эти вот ваши. Ты поголовься, не иди. Значит, смотри. Сегодня ты будешь угадывать цену скину. Ты вообще, ну, ты же никогда не играл с сендов, да? Нет. Нет? Последнего что ты играл? В CSGO. В CSGO? Да. А, ну, то есть ты вообще представление имеешь, что такое скины и так далее? Не, представление имею, ну, даже в CSGO не разбираюсь вот в ценах. Аааа, то есть ты такой, я понял, я понял. Значит, смотри, сейчас закрой глаза, я зайду на первый скин. Все, открывай глаза. Вот смотри, как ты думаешь, сколько стоит вот этот петух? П-90, вот смотри, как он красивый, по красным цветам переливается. Как я понимаю, это ППшка. Нет, ну да, это ППшка, П-90, как в CSGO. А цены со скольки начинаются на них? Ну, на вот такие обычные скины от 0,5 и там до завышенных цен, да, вот заоблачных. Давай так, сколько бы ты за нее дал бы, не знаю. Нет, я тебя тут спрашиваю, сколько бы ты за нее... Не, ну я бы за нее дал не глядя, ну, где-то голды 50, наверное. Ну, тут переливание вот такое красивое. Вот там в отражении меня видно, смотри, видишь? Я думаю, где-то 250. 250 голды? Ты 250 голды вот за него отдал бы? А это много? Ну, смотри, в этой игре одна голда равна одному рублю. Ну, это так. Ты 250 рублей за него отдал бы? Ну, ладно, смотри, сколько он стоит. Ты серьезно? 7 копеек, и ты за него отдал бы 250 рублей? Почему он такой дешевый? Потому что он серого качества, шерпатрек. А, от качества тоже зависит цена? Нет, не зависит. Получается, он поношенный. Тут нету такой категории, типа, прямо завода и так далее. Тут просто есть, типа, серая, синяя, ну, типа, шерпатрек, рарка, ну, типа, легендарка, вот. Ты приходишь в магазин, и ты смотришь на качество, на бренд. И тут тоже, как будто, ну, качество. От низкого до высокого, понял? Понял. Что ты понял? Что, прохожу в магазин. А, все, закрывай глаза, закрывай глаза. Закрыл? Да. Я проверяю. Вот так. Открывай глаза. Вот, смотри. Вот этот вот скин. Стартрек. Юм Церпиус. Цер, э, цер, цер, бе, бе. Ну, короче, с эпической коллегой. Вот, как тебе вот, вот, по взгляду, вот, вот, смотри, вот, всякие волки нарисованы. Знаешь, судя по предыдущему скину, за него больше не хочется давать, чем 250. Вот за него? Да. Ты за него 250 отдал бы? Подожди, знаешь, я понял, я понял, знаешь, чего? Давай так, за каждый угаданный скин, за цену, хотя бы примерно, приблизительно, я тебе буду давать 5000 рублей. Так это же много. Ну, да я богатый, много, мало, у меня понятия нету, понимаешь, сейчас я достану деньги, секунду. Не подглядывай, сколько он стоит. Значит, смотри, у меня есть 5, 10, 15, 35 тысяч рублей, можешь понюхать, вот, в настоящие деньги. Значит, смотри. Да каждый угаданный скин, я тебе даю 5000 рублей. Сколько, ты говоришь, этот скин стоит? Хотя бы примерно угадайся. Примерно? Я думаю, больше 10, но не меньше 50. Дебилой, конечную сумму. Конечную сумму, ну, ты сказал пример. Ну, ты скажешь свою конечную цифру, и я тебе, ну, если ты будешь хотя бы близок к ответу, то я тебе даю. 15 голды. 15 голды? Да. То есть, ты уверен, что стартрековский юмп эпическая коллекция стоит 15 голды? Да. 30, даже не 30, 40 голды. Это даже не близко, поэтому... Все. А-а-а-а, закрой глаза, закрой глаза, закрой глаза, закрой глаза. Так, смотри. Нет, не смотри, ну, имейте в виду сейчас, подожди. Да, подожди! Смотри. Нет, не смотри, ну, вот сейчас смотри. Это Аркана, АКР, Трэжер Хантер, Трэжер Хунта, Трэжер... Ну, короче, не важно, Трэжер Ханн. Смотри, такой золотистый, красивый скин. Вот, смотри, тут вот, этот, змея такая золотая нарисована. Вот ты вот за этот скин сколько бы отдал? Ну, он выглядит подороже, чем два предыдущих. Конечно, это же Аркана, ты че хотел? Как думаешь, сколько он стоит? Сколько бы ты дал? Думаю, где-то 150 дал, боговый, занял. 150? Да. Это Аркана, если что. Арканы дорогие, Арканы от 130 голды стоят. Но это калаш, калаш, АКР, Трэжер Хантер. Давай, 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 сколько 600? 600 голды? Да. Брат, улег, это даже не близко. Ну, 600, чисто золотой цвет его украшает, не больше. Ты 600 рублей за него дал бы, да? Да, я бы за него дал бы 600. Но он стоит 1200 рублей. Че так дорого? Смотри, дорого, он красивый! Даже я его себе купил, вот, он у меня есть. Все, закрывай глаза, закрывай глаза. Да я эти бабки при себе оставлю, походу, сегодня. Сейчас мы ему кое-что покажем. Ууу, что мы ему покажем. Смотри, открывай глаза. Это наклейка. Это наклейка, я тебе сразу говорю. То есть ты можешь на свое оружие приклеить наклейку, понял? Угу. Вот. И это наклейка. То есть, понял, тут все, что золотое, все, грубо говоря, так нормально стоит. Но это наклейка на оружие. То есть как граффити, но только, ну, наклейка на оружие, понял? Вот как в детстве же себе на руку татушку клеили, из-под жвачек была. Вот такая же наклейка, только на оружие. Вот на первый взгляд, вот, видишь, как у него цыганы вот такие золотые зубики, дырявая голова. Со скольки начинается цена? Наклейки именно, вот, минимальные и максимальные. Ну, смотря в зависимости от редкости. От редкости? Ну, она дороже тысячи долларов стоит. Ну, сколько, говори сразу. Где-то 1300 я бы дал бы за нее. 1300 рублей. В то же время это просто наклейка, не самкин на оружие. Да. Она как бы маленькая будет. Ну, да. Как твоя сосиска? Не важно. Сколько? Сколько? 1300? Твое окончательное решение. И 5300. 1300, 1300, 1300. Проблема в том, что не разбираешься. Да в этом-то и суть, то, что ты не должен разбираться. Если бы ты разбирал, то у меня все деньги забрал бы. Ну, я бы дал бы за нее 1300. 1300? Да. Ну, а быстро ты меняешь решение свое. Ну, она стоит 10500 рублей. 10500 рублей? Да. Это твоя зона? То есть, она дороже, чем тот вот этот золотой калаш? Да. 10 тысяч рублей? Да, это просто... За нее? За вот эту маленькую штуку? Да. Такие тупоголовые дебилы, как вот эти, которые выставили все скины, продают эти скины за 10 тысяч рублей. То есть, это не система, еще какой-то чувак продает его? Да. Они сами выставляют себе такие цены. 10 тысяч? Да, Карл. 10 тысяч. Я понимаю, что мы сейчас видос записываем. Ну, за вот эту хуйню, 10 рублей никогда в жизни не долговариваешься. Короче, этот стикер стоит 10 тысяч 400 рублей. Закрывай глаза. Открываем следующий. Закрыл? Да. Я слижу за тобой. Открывай глаза. Это Глок. Знаете, рейсер. Он старт-трековский, сразу говорю. Старт-трек, это уже он должен стоить дороже, чем обычный. Ну, такой довольно стиль обычный, но вот тут вот сверху, видишь, такой переливающий цвет такой, типа... Не особо внимание привлекает. Не, ну, прикольно, вы тут, типа, как будто бы мраморная плитка, те узбеки наложили вот сюда вот на Глок. Как ты думаешь, сколько стоит этот скин? Вот, честно сказать, после увиденной наклейки, я уже не знаю, что за него сказать. Ну, ты думай. А со скольки начинается Старт-трек? Все рандомно, понимаешь? Это зависит от ветки. Ты просто вот видишь скин и говоришь, сколько бы ты за него отдал? Ты хочешь получить хотя бы 5000 рублей? Говори, сколько? Я хочу отгадать. Но не буду говорить, что хочу получить 5000 рублей. Но 5000 рублей ты все равно хочешь! Ну, скажи свою цену, я тебе дам подсказку, больше или меньше? 1000. Больше. 2000. Больше. 5000. Дальше думай сам. Значит, меньше. Или больше! А тут уже полная антилипика. Три с половиной, четыре, долбом. Три с половиной, четыре. Ну, она особо внимания не привлекает. Это раз. Ага. Второе. Наклейка, предведущая которой была. Ага. Я ее вообще оценил в мизерную сумму. А на самом деле стоило 10 тысяч. И глядя на этот скин, не учитывая, что еще до наклейки два скина покрасивее были, чем он. Ну, ты же уточнил, что это Старт-трек. Да. Больше двух, а больше пяти, дальше уже сам отгадывай. Короче, 3500, да, ты дает? Четыре. Четыре. Дает четыре тысячи. Четыре тысячи. То есть ты пришел бы и сказал, нати вам четыре тысячи, я забираю этот скин. Не, ну нати не сказал бы, но он пришел бы. Ладно, смотри, сколько он стоит. 7600 рублей. Обычный пистолет. Блин, почему я не подумал об этом? Больше пяти, дальше сам уже думаю. Не, ну ничего, ничего. Деньги, главное, у меня. Так что все нормально. Закрывай глаза. Закрывай глаза. Ты вообще в афиге от того, что сколько стоит тут скин? Я вот на полном серьезе, так как не разбираюсь в этих скинах, я бы за оружие, может, еще дал бы, допустим, да, но за наклейку 10 тысяч. Ну да, это жестко, это жестко, я согласен. Так, не подглядывай. Смотри, это ножик, бабочка. Бабочка. В CSGO ты же знаешь, что такое бабочка? Да. Из коллекции Legacy, Аркана. Такая золотая, вот с узорчиками. Как, ну, так чисто. Сколько бы ты отвалил вот за такой цыганский ножик? То, что золотое, это все дорогое. Это, во-первых, твои слова. Во-вторых, напомни, со скольки там ножи начинались? Ну, ножи, у них цена от 1000 голды. Ну, это в минимальной сумме. Да, самая минималка за нож, то есть 1000 голды. То есть 1000 рублей самый минимальный стоит. Но это бабочка, и тем более, типа, такая золотистая. Отлично, мое мнение, я думаю, он не больше 10 стоит. 10 тысяч голды? Не больше 10. А, не больше, а, конечно, сколько бы ты дал? Ну, больше 5 почему-то. Ага. 8 тысяч. 8 тысяч? Ну, 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 ну да, он выглядит на 8 тысяч, но, но, он стоит 3450 рублей. Ножик стоит 3450, а наклейка 10 тысяч. Тут, знаешь, даже если стараться, братан, вообще смысла не то угадывать. Все деньги, брат, твои, понимаешь? Тут я прошел чисто деньги понюхать и уйти в бейджи. Я вот смотрю на эти скины, мне плохо становится. Я до сих пор про наклейку забыть не могу. Сейчас я тебя еще больше удивлю. Все, закрывай глаза. Не подглядывай. Не подглядывай. Подглядывай. Не подглядывай. Ну и все. Сейчас можно? Нет, нельзя. Когда можно? Когда можно? А вот сейчас можно? Нет, нельзя. Вот. Когда можно? Завтра. Хорошо. Открывай глаза. Открывай глаза. Смотри. Это Юсп. Юсп. Ну, который заспитался с стандартной оружием. Это элементированная коллекция, если я не ошибаюсь. Сторис батл пасса, я не помню. Так, Глок у нас сколько стоил? 7500, да? Да. Но это Юсп обычный. То есть не стартрековский Юсп. Не стартрековский Юсп. То есть это Юсп, не Глок. Вот тут даже какой-то человечек нарисован с крыльями, если не ошибаюсь. То есть это что-то вроде средничка, короче. Ну я не знаю. Вот ты смотри на скин и вот думай, сколько бы ты за него отдал. 8000 долларов. 8000? 8000. Реально, 8000. Я бы реально 8000. Ну, я тебе скажу, ты так близок. То есть если бы ты дал намного больше, я бы тебе дал бы 5000 рублей. Он стоит 12000 рублей. За скин я бы дал по 12000. Вот за это. За это я бы дал по 12000. Ну да, он красивый. Ну если он мне понравился бы опять же. Ну, учитывая, что ты за него 9000 уже сходу готов давать, то он тебе точно понравился. Что, переходим к другому скину? Давай. Давай. Значит, открывай глаза. Значит, один мой тупоголовый друг купил себе этот скин. Хотя я его отговаривал, потому что он выглядит не очень. Но один тупоголовый друг, который мне должен 420 миллионов рублей купил себе вот этот вот скин. И как ты думаешь, сколько он стоит? Ну знаешь, я хоть и в скинах не разбираюсь. Ну это керамбит. Ну это керамбит. Достаточно, даже если в кейс не играть. О, кстати, называется карамбит. Даже если ты в кейс не играешь. Ну ты знаешь, что такое керамбит, да? Ну да, ты знаешь, что такое керамбит. Наслышим. Это тоже лимитированная коллекция. Кому же он золотой. Ага. А у тебя зубы золотые? Нет. А, нет. Учитывая то, что он золотой, наши начинаются от 1000. Плюс еще это карамбит. Ну и я бы дал бы за него 1025 почему-то. Я знаю, что он дорогой. Даже если он дороже будет стоить, я не удивлюсь. Ну смотри, я тебе там подсказываю побольше. Чем 25. Да. Ну где-то 40 тысяч. 40 тысяч голды. 40 тысяч голды. Ну ты был близок, кстати. Ты был близок. Действительно близок. Ну как... А, давай не показывай, не дай мне. 80 тысяч голды стоит вот этот вот керамбит голд, который купил мой друг. Дай мне очки, пожалуйста. Как тебе цены скинов вообще? Нет, действительно интересно, да. Вот как ты сказал, допустим. Да, еще если бы ты выиграл деньги, было бы классно, да. Ну знаешь, он может быть красивым, но стоит дешевле. Да, да. Он может быть уродливым, но стоит очень дорого. Да. Пример с калашом. Ну если бы, смотри, ты бы продавался. И как ты привел пример уродливый стоит дорого, то ты бы стоил бы очень дорого. Ладно, не суть. В общем, всем, ребят, огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайк обязательно. И обязательно пишите в комментариях, понравился ли вам выпуск. И не забывайте про розыгрыш. Один лайк равен одной голде. Ну а итоги предыдущего розыгрыша у вас на экране. Поздравляю победителя и запускаю новый розыгрыш на голду. Один лайк равен одной голде. Сколько лайков соберем, столько голды кто-то получит из вас. Для участия посмотреть ролик от начала до конца, подписаться на канал с колокольчиком и оставить свой ID от Standout2 в комментариях. Всем огромное спасибо за просмотр и всем пока. Бума, пока, Кыш, понял? Слышь ты, да-да, ты ролик до конца посмотрел. Вот этот тоже посмотри. Ну, этот тоже еще можешь посмотреть. Ну и подписаться еще. А то домой приду. Пятьсот миллионов возвращать будешь! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok